Дымящаяся куча говна. Клео. О-о-о-о! Что-что-что-что-что-что-что с тобой? Ну че, ребята. А у кого какие проблемы, кстати? А, там сейчас будет написано. У-а-а! А-а-а! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами будем играть в игру Зоо Козис. Правильно я посчитал? Зоо Козис? Или правильней так? Зоо Козис. Зоо Козис. Это что-то типа нечто, но при этом еще и про животных. Ты о них заботишь, а ты их спасаешь. Rescue the animals. А они все превращаются и превращаются в страшных монстров. Разработчики мне любезно предоставили ключик для этой игры. Спасибо вам большое. Если захотите приобрести игру, она будет в описании под видео. Ну а мы приступаем. Мне сказали, что в этой игре твои решения, твои, не мои, я вообще не при чем, если что, но твои все решения будут играть ключевую роль в том, какая концовка тебе выпадет. Там 23 концовки, по-моему. Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты поставил вниз... Ага. Внизу подпись, видимо, да? Подписать. Итак. Блин, я не хочу торопиться с этой игрой, я должен прочитать, на что я соглашаюсь. Договор о нераспространении информации для ночного смотрителя зоопарка Pine Valley. Определение конфиденциальной информации. Любая информация получена... Смотрите, окей. Это все, в принципе, рыба договора. Не раскрывать конфиденциальную... Короче, я не могу вам рассказывать, друзья, что... Вот. Все условия договора я не могу раскрывать. И, кстати говоря, даже не могу пролистать вниз. А, вот. Любые изменения договора требуют письменного согласия. Понятно все. Я подписываю. Вот такая вот у меня подпись. Ну, гораздо лучше. В моей жизни... В моей жизни подпись ужасная. Молодина, Пол. Ты сделал правильный шаг. Еще чуть-чуть, и ты вытащишь свою семью из-за чертовой бедности. Закрепи ее на груди. Ученые обязывают нас это делать, чтобы видеть все, что происходит в вольерах. Ученые? Я думал, это зоопарк. Верно. А ты никогда не думал, что всяким умникам самое место именно в зоопарке. Надеюсь, ты оценил шутку. Отлично. Теперь начнем для начала возьми свой персональный КПК. Он необходим для взаимодействия со всеми рабочими объектами. Поздравляю. Ты сделал первый шаг к тому, чтобы стать частью нашей дружной зоо семьи. Оценил шутку. О, стой, шутка. Это что? Знаешь позже. А мы... В договоре это было прописано? Опа, нас несут. Нас тащат. О, очнулся, молодец. Вставай, пора за работу. Твою мать. Что ты со мной сделал? Позаботился о твоем здоровье. Работа со зверушками требует профилактики. Ты же не хочешь принести домой какую-нибудь заразу? Кстати, мобильный у тебя тоже забрал. Вернул утром по окончанию смены. Значит, работа моя. Я думал, у нас собеседование. Меня снаружи жена ждет. Пришла поддержать. Работа станет твоей, если ты продержишься эту ночь. Пошли, мне надо еще много тебе показать. Ты что, жена будет прям реально там стоять и ждать? Это как бы типа бодикам хоррор, но не совсем похоже, что у меня камера. Скорее, как будто я просто вижу из своих глаз, да, немножко все размыто. Не размыто, а немножко расплющено. Выпукло все. Чертовая игра Unrecorded. Я в нее даже не играл. Она, по-моему, даже и не вышла. А в итоге все разработчики быстро перетащили эту идею к себе. С бодикамом. Так, ну что, ничего брать не будем? Стоп, там что-то есть. Мы можем прочитать? Не можем. Ладно, нас ждут. У-у-у. У-у-у, мы что в метро находимся? Это что за... Что за зоопарк такой? А тут просторно. Ага, это наш хаб. У тебя тут будет до хрена всего, кроме времени. Смотри, мы в зоне заготовки. Здесь хранится зелень, овощи и рыба, а мясо перемалывается в заготовки под звериные рационы. И как раз зелени и овощей у нас сейчас не хватает. Намек понял? Приступай. Инструкцию сможешь найти на своем КПК. Окей, загрузите. Два травяных, один овощной. Ага. И один овощной брикет в тележку для брикетов. Так, мои вещи. У меня ничего нету. Хорошо, закрыть. Еще раз, сколько? Я забываю все равно. Мое терпение имеет предел. Ой, извините. Так. Два травяных и один овощной. Все, я понял. Я просто забываю сразу. Это мясо, это фишит рыбам. Вот овощной. Сколько овощных? Один овощной, извините, пожалуйста. Так, убираем. Загружаем. И теперь два травяных. Поторопись, Пол. А я не буду спрашивать у него, почему он в меня что-то всадил. Он же что-то всадил мне. Прямо в руку. Большая часть брикетов остается про запас. Айтик, айти за мной. Пора показать тебе нашу рабочую площадку. Давайте. Покатили. Ой. Ой! Что там? Что это было? Есть кое-что в работе, о чем тебе пока рано знать. Начнем с азов. Хм. Ну, если он улыбнулся, значит все в порядке. А вот и наша Кэти. Комплексный электрифицированный транспорт. Кэти будет возить тебя по зоопарку. Это отсек-рефрижератор. Сюда надо загружать брикетную тележку. Пока не загружишь ее сюда, Кэти хрен сдвинется. Чтобы загрузить брикетную тележку, необходимо активировать рычаг. Я понял, сейчас мы активируем. Потом окажется, что мы... Добро пожаловать на борт. Теперь выбери вольер жирафов на контрольной панели и запусти поезд. Потом окажется, что мы реально кормим какую-то тварь, которая является этим поездом, этим вагончиком. Это всего лишь каркас, а внутри живое существо, да? Мне не нравится, как он улыбается. Но в то же время и очень дружелюбно. Значит все хорошо. Ну ладно, давайте... Ой, нам еще рано? Я постарел еще больше, пока жду тебя здесь. Что мне делать? Что мне делать? Активируйте рычаг, чтобы загрузить тележку сделали. Отправляйтесь на станцию жи... А, жираф. Вот, тут уже жирафский логотип. А, вот здесь, наверное. Ну что ж, гоу к жирафам. Ты специально тянешь время? Нет-нет-нет-нет, я просто... Я новенький. Пристегни ремни и выпрями спинку. Поехали. А ты че не пристегнулся? Или похрен на самом деле, да? А игра сделана очень необычно. Даже по менюшке еще было понятно, что она будет особенная. Итак, мы на станции жирафов. Теперь запоминать дважды повторять не буду. Это наша мобильная ветеринарная станция. Здесь ты будешь смешивать лекарства для наших зверушек. Они больны? Ну, это возможно. За состоянием здоровья животных нужно строго следить. У нас есть довольно редкие экземпляры, поэтому нельзя и в мыслях допустить, что с ними что-то может случиться. Отнесись к этому серьезно, парень. Иди за мной. Это наша фабрика кухни. Чтобы собрать дерьмо на анализы, тебе нужно покормить животное его любимым хавчиком. Здесь ты будешь его готовить. Выбираешь нужные рецепты списка, режешь, смешиваешь и готово. Есть вопросы? Да. Отлично. Зоопарку нужны те, кто не боится спрашивать. Но еще нужнее те, кто сами находят ответы. Ладно, хватит болтать. Иди к разделочному столу. Приготовить еду для жирафа. А где жираф-то сам? Я хочу жираф посмотреть. А где готовить? Где кухня? Сто пудов кухня вот здесь, да? Нет. Кухня. Скажи, где кухня? Вот кухня. Тебя нужно выбрать из списка жирафа. Ладно, вот жираф. Тут горилла есть, бегемот, лось, пингвин. Валаби? Я даже не знаю, что это такое. Валаби? Я не знаю, первый раз. Погодите, я должен загуглить. Валаби. Что-то новое. Новое существо. Валаби. О, это типа кенгуру. Извините, да, все. Готовить. Зелень, овощи. Нажми кнопку резать, чтобы нарезать зелень. Хорошо резать. Не ошибись с весом. Точная громовка отображается на индикаторе веса. Отмеряй внимательно. А что мне сделать? Нет, Пол, это слишком много. А, значит, наверное. Как я пойму, сколько нужно отрезать? Типа, нет, это много. Нет, это много, Пол. Отлично, Пол. Как я? Теперь все то же самое с брикетом зелени и рецепта. Вперед, из рецепта. Давайте резать. Стоп, я что-то не понимаю. Маловато, Пол. Нет, слишком много. А, там написано общий вес брикета, и мне нужно более-менее на глаз. Нажми кнопку принять, чтобы завершить приготовление. Еда готова. Супер. Теперь активирую рычаг, чтобы спустить приборную тележку. Так, давайте активируем. А где рычаг? Скажи мне, пожалуйста, где рычаг? Вот этот что? Нет, не рычаг, это резак. Вот этот рычаг. Теперь тащите тележку к воротам. Я должен выйти? Такой ты улыбчивый. Улыбчивый чувак. Я просто переживаю, что... Я же видел в трейлере, что там с жирафами происходит. Мы все видели. Мы все знаем, что жираф... Ой, какая странная маска. Ой, какая странная штука. Ты... Ладно. Я еще иду спиной. Не думал, что в зоопарке может быть все так устроено. Поезд, тележки. Да, Пол, наш зоопарк довольно уникальный. Это наша гордость. В других ты вряд ли увидишь подобное. Гордость? Но тогда почему зоопарк закрыт уже второй год? Люди поговаривают, что зоопарк не лучшие времена. Откуда мне знать? Я человек простой. Отрабатываю свои часы и сваливаю. Давно вы тут работаете? Достаточно, чтобы всему тебя научить. Давай вези тележку. Мне нравится... Это вход в вольер. Чтобы открыть дверь, нужно вставить свой КПК в док-станции и выбрать открыть вольер. Хорошо. Мне просто нравится, как срежиссировали эту сцену. Я иду спиной, не вижу, что передо мной... А, точнее, сзади меня и передо мной еще идет этот здоровый чел, который весь в тени при этом. Улыбается мне, гад. Ладно, давайте выберем. КПК вставляем. Добро пожаловать в вольер. Открыть вольер. Ну вот мы и в вольере. Теперь нужно покормить наших зверюшек. Бери ведро и вываливай хапчик в зоне кормления. Опа! Реально жирафы, жирафики! Они грустят. Это Бью или Бо и Клео. Бо и Клео. Ребят, 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 сейчас будете хавать. Так, не торопитесь, не торопитесь, погодите. Пойдемте, зайдем. Ого, там еще один жираф. Сразу поднялся. Это По. Бо, Клео и По. Бо, По и Клео. Хорошо, я понял. Странные маски. Странные маски. Жирафам вообще комфортно среди них? Ребята, где вы кормитесь? Вот где вы кормитесь. Как клево. Мне очень нравится. Так, вывалить еду. На, тихо войти. Хавайте, жрите, хавайте. Все в порядке, надеюсь? Ой. Хорошо, что меня не стали пугать. Ладно, кажется, я пошел. Ребят, кормитесь. Верни ведро в тележку с гаджетами. Такие хорошие. Такие хорошие жирафчики. Я буду видеть всяких животных. Блин, я в детстве так обожал зоопарк. Я просто с ума сходил, когда понимал, что мы в зоопарк поедем. Здравствуйте, док. Я просто предавался воспоминаниям детским. Отлично. Теперь надевай эмфье. Что это? Переносной экстрактор экскрементов. В простречении говнонос. Жрать дерьмо тебе уже доводилось. Теперь ты будешь его... СОСАТЬ его. Я... Я не знаю. Зачем это вообще нужно? Нам нужно постоянно отслеживать состояние здоровья животных. И брать дерьмо на анализы. Одна из твоих ключевых задач. Сто тысяч в год, Пол. Сто тысяч гребанных американских долларов. Надо только засосать дерьмо. Давай, Пол, не ссы. Ладно, я сейчас одни, конечно же. Давайте. Так. Добавлена заметка. Давайте почитаем заметку. Мне нужно наблюдать за поведением животных. Зоопсихоз может проявляться в странных действиях и необычных движениях животных. А там жираф чё-то так поддергивался, я помню. Я как-то думал, это просто может быть бага. Или это всё-таки... На этом стоит обращать внимание. Отклонение от рецепта. Если отклониться от рецепта слишком сильно, животные могут заболеть. Риск не очень высокий, но лучше не нарушать рецепт. Лечение животных. Похоже, работа сложнее, чем я думал. Мне ещё нужно готовить лекарства. Окей. Ладно, надень мфа. А, это что такое? Добавлена заметка. Давайте почитаем. Шрамы. Мне необходимо внимательно осматривать тела животных на наличие шрамов. Шрамы говорят о том, что с животным что-то не так. Окей. Ладно, давайте говносос одеваем. Мне нравится его дружелюбие. Определённо. Так, жирафы уже поели. Да? Все жирафы поели. А где зона кала? А, вот. Дымится. Дымящаяся куча говна. Поели, посрали. Тут же. Как быстро у них работает пищеварительная система. Как тяжело быть человеком. Как легко быть животным. Но вот правда. Правда. Животное просто берёт и гадит, когда захочет. Извиняюсь за такую тему, но мы высасываем говно. Поэтому уж извините. Я думаю, вы, возможно, кушайте, пока смотрите меня. Но тем не менее. Вот, наверняка, многие из вас знают, что... Ты не всегда можешь взять и пойти в туалет. Вот. Если... Я, например, вообще педантичный. Мне место должно быть хорошее. Обстановка. Поэтому это для меня такой важный процесс. Вот. Немножко вы знаете меня теперь лучше. И Клео меня знает лучше. Клео. О-о-о! Я... Не хотел тебя настолько близко знать. Ладно. Там говна не лежит у вас ещё? Вы же наверняка здесь встретите. по что с тобой слышь по можно погладить собачку у собачку быть что не это смотрит так го го точнее по все вставай все нормально с тобой вот я погладил ему стало хорошо этого и говно папа ведь он был зелененький он был зелененький его можно было погладить а тебя нет 1 огонь давай нельзя вставать под жирафом сзади иначе ты попадешь под ливень смотрите как у хороший какой хороший какой хороший где животных я конечно очень люблю животных жалко вот бо нельзя погладить лана клево клево давай погладим еще тебя я возможно тебя уже гладил слинявый ладно я несу ваше говно ты не заждался там куда мне теперь теперь возьмите вес в избежание лишних вопросов тепло и визионная система можешь называть его просто он необходим для определения температуры тела наших животных давайте взять т.с. атомы хорошо теперь установи его измерить температуру жирафов добавлена заметка ну хочу заметка измерить температуру так шрам они тут все нормально хорошо а какая температура нормально считается значит эй стой упырь стой спокойно давайте измерим и так сканируем ба 39 и 4 ну наверное нормально так убо хорошо а а это кто да угадаю клево идет этапа я не угадал 44 7 отчет то не хорошо по делаю ланы последние ты клево пожалуйста не расстраивай меня пусть я тоже будет нормальная температура 39 и 7 хорошо ты чё по блин заболел или он монстр что что с кем ты говоришь когда будешь там забери что ты с кем-то говорил вероятно что для работы мне понадобятся все эти штуки интересно что будет если применить их не только на животных это прикольно так его нельзя сканировать ладно как видишь одному из жирафов нехорошо надо изготовить дротик с тем пералаксом этот препарат для нормализации температуры животных кстати разработаны кем-то из местных умников взаимодействие с терминалом и нажми кнопку выход из вольера окей гоу давайте изготовим в терминале ты можешь посмотреть все собранные тобой анализы в этом вольере таком и говно еще не осмотрели там какой-то не знаю состав бактерии чуть такое должно было показаться наверное хорошо давайте покинем давай везите левушка обратно к поезду мне еще нужно делать лекарства но ты ведь учился в химико-технологическом в идеале справишься черт откуда все это знаете поверь это не то чему стоит здесь удивляться но я проучился там от силы полгода вылетел на первом же курсе ничего это будет достаточно чтобы смешать пару ингредиентов по готовому рецепту такой большой зоопарк и здесь никого нету кроме меня и дока как его кстати зовут я забыл возможно он говорил но я всегда забываю имена когда мне впервые говорят ладно сейчас нам нужно будет сделать жирафику какое-то лекарство дротик поздравляю пол ты только что приблизился к успеху и благополучию своей семьи а теперь иди и загрузи собранное говно в приемник биоматериалов с собой вагон ничего не тащи все должно быть стерильно не забудь вернуть говнонасос на место хорошо так а куда мне его а куда же него вот сюда что это изображена многоножка стремная кей говно поместили чё док ты где поймать я док блин мне нравится это и что и что теперь нужно анализировать дерьмину эти маски они неприятные очень жутко выглядят что я должен сделать куда блин делся док и что мне делать расслабься ты человеку пугливый теперь необходимо загрузить тележку пояс для этого нажми рычаг внутри вагона козлина я думал я думал все это мы с не закончили что я я уже не я не слышал что-то мне сказал док я не слышал нихрена я пугался и читал кто-то вообще пропал что-то делал активирую рычаг чтобы загрузить тележку с гаджетами а вот же причем а чё нам потом к жирафу возвращаться куда-то отходил ты мне скажешь да отлично теперь наша мобильная ветстанция чтобы изготовить дротик с лекарством тебе нужно заправить станцию достаточно в этот раз я сделал это сделал ядом дальше тебе придется самому добывать ампулу чтобы сварганить его но имею ввиду ампул не так уж и много подумай два же причем использовать их искать ампулу самому хотя он он только что улыбался теперь он злится на меня явно он просто думает что видите курсор то слева я типа не смотрю на него такой навижу тебя ты такая тупая ты бы всадил тебя тротик и улыбается как только я смотрю тернулся ладно извините чем не делать куда мы едем что нам делать приготовить термо лакс называется тер темпералакс темпералакс здесь делается темпералакс и делается тут и так темпералакс фито что нажми кнопку чтобы сделать темпералакс создать дротик готов отлично теперь возьми дротик из выдачи дротиков круто у тебя есть темпералакс теперь заряди им ветеринарное ружье она находится в тележке с инструментами здесь господи так много всего оказывается итак можно они позаботились чтоб такие как я не всадили я погоди что я делаю возьми ружье заряди мы я не зарядил еще его пока что супер теперь дело за малым колоть дротик больному жирафу выстрелив жирафа то есть я иду туда я пошел я пошел больному жирафу пол смотри не перепутай бой по а я правильно их имена назвал так а у кого была температура я уже не помню упа на упа была температура по папа папа это бомб это по привет по 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 уже знает да он шарит что ему грозит так пожалуйста не не смешивать а они так похожи друг на друга у него шрамы кстати говоря ладно все поздравляем вы вылечили всех животных у него шрама упа шрамы что что это добавлена заметка отклонение температуры чё за заметка и должен следить за тем насколько животное сколько животное спит избыточный сон говорит о болезни я понял много спишь значит болеешь так а здесь видимо кровь можно взять только у животного в неподвижном состоянии понятно и вот здесь еще одна какая-то я не вижу ничего но как стрелять животные могут увидеть как я нацеливать на них мне нужно подойти к ним сзади понял в рожу не целимся они не тупые это я тупой не могу даже в дверь войти ладно закрываем очейся а мы не можем выйти даже если если мы не закрыли вольер нас просто не выпустят это жалко 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 если разработчики мне если вы позиционируете себя как типа куча 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 всяких вариаций можно то давайте игрокам совершать эти дебильные ошибки потому что я бы совершал их с удовольствием и даже не специально кто там шумит мать мне уже нравится эта игра она клёвая она круто сделана она необычная ну что все прошло гладко вроде бы я делать такое впервые надеюсь ему вскоре станет лучше но в этом не сомневайся нам нужно вернуться в хаб давайте вернемся в хаб так значит для этого мы должны вот сюда нажать и так хаб погнали игра реально крутая реально крутая ой споткнулся чуть-чуть пойдем пол проводишь меня к выходу пришло время оставить тебя наедине с нашим милым зверинцем блин я остаюсь один я остаюсь один мне комфортнее с ним даже когда он так внезапно появляется и исчезает это прикольно придумали вот этот персонаж который тебе все объясняет обучает просто внезапно исчезает и так вот ты только это принимаешь и он внезапно появляется суперский прием ого точила каждому смотрителю зоопарка положен служебный автомобиль это мой хорошо отработаешь эту ночь и утром получишь такой же это моя жена стоит это твоя жена сказать что ты остаешься тут на ночь учти я запру тебя до самого утра ничего страшного думаю она скоро сама догадается спать и домой как знаешь удачи полный не облажайся ой дорогая что же ты стоишь там блин я не очень хорошо к своей жене отношусь либо сила догадается сама не тупая куда она делась куда она делась знаете он так часто говорил про то что вот и вылетишь из жопы тебе столько денег заплатит такая же машина крутая будет это обманка меня просто как дебилы завлекают деньгами деньгами которых не будет за такую работу никто никогда столько не заплатит хорошо у нас куча заданий судя по всему хранилище на станции жирафа хранилище на станции гориллы хорошо ладно проверить вольер накормить животных собрать анализы измерить температуру а каких животных проверить просто следующий вольер судя по всему пойдем проверять ладно кто блин там кто там пол ты вошел сюда бог знает сколько времени назад ты не отвечаешь на звонки я волнуюсь ответить лили детка прости не сразу тебя услышал все порядке меня звали на испытательный срок на начать надо было немедленно иди домой утром вернусь и все расскажу пол но я видела как тебя заперли это не нормально да таковы здешние правила забрали мобильник и заставили подписать индей а это всего должен кормить животных кстати здесь полно мясо хочу чтобы мои девочки наконец-то нормально поели я сейчас вернусь никуда не уходи по вот уже пошла вероативность могли не отвечать жене и так что хорошие да я должен дать немного мяса моей жене мы едим одни полуфабрикаты уже почти год это ужасно для нашей маленькой джинны а где мясо достану где мясо мясо дорогая ты там еще даже не вижу тебя вон она стоит сейчас я мясца тебе как-нибудь дама как я просуну через это конечно же ну к чу это у фито комплекс ридикс комплекс химический комплекс мясо же здесь целый брикя сейчас будет у меня где 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 твою мать а здесь что ли слышь откройте как открыть а блин это подвода рычаг это не рычаг это всего лишь рисунок рычага как они меня поимели так сюда не пройти доступа нет нереально чё за нафиг я хочу дать и заберем но быть с помощью тележки по это что в беде tabels и и травы а типа быстрее побыстрее побыстрее возможно поставив вот сюда да мы открываем и так мясо дорогая сейчас накормлю тебя дорогая сделай стейк сделай мне стейк когда я вернусь домой лили ты здесь да бери поцелуй джину и пожелаю приятного аппетита от папы а мне пора работать задание выполнено чё она пошла дорогая как быстро она убежала даже пока мне не сказала ладно давайте возьмем что ли вот это на всякий случай затем нам нам необходимо какой-то еще вольер и так мы следующий вольер дать посмотрим какой следующий вольер у нас будет так 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 просто заценить тележка и подключена так твою мать хорошо у нас тут уже есть и овощи и травы допустим вот нас был где жираф вот жираф овощей 35 точнее овощей 1 и 5 и травы 35 дальше 90 горилла элефант и пингвин пингвином только рыбы нужно а у нас рыбы ни хрена нет окей ладать подключаем тележку не будем сейчас городить фигню хотя стоп хотя стоп хотя стоп хотя стоп хотя стоп давайте немножко сразу возьмем с собой вот мясо нету нету ой блины этого всего нету окей ладно тогда сложим про запас чтобы было чтобы не таскать чтобы было все чем мы больше не можем взять можем взять мясо нам еще пока что недоступно среди по всему все у нас будет хербы 3 и 3 вычитабались ну давайте пойдем давай запихиваем обратно при этом прессе я хочу вот это понять что такое это дроп сюда можно что-то кинуть и она будет видимо уничтожать но здесь есть еще здесь есть еще что-то мы здесь встречались с этим челом кажется какая адовая дрестня господи свинья хуже жирафа ладно чё у нас здесь а мы поиздите назад 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 выйти на и потом сначала должны поехать и так и так жираф в алаби горилла пингвин ну стоп в алаби потому что гориллу нам нечем кормить гориллу даже в алаби и и так в алаби ест зелени в значит два и овощи один давайте готовить значит резать зелень у нас восемь и семь получается раз два три типа столько отклонено на 0 2 всего лишь навсего у ну что еще подрежем чуть-чуть они тоже нельзя как порезал так и надо все так оставляем 1 2 ну хорошо я думаю да 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 чё-то типа вот такого ну-ка в алаби нормально тебе нарезал отклонение вообще не шикарно режу отклонение допустимо восемь из двадцати процентов принять принять это как данность все выходим стоп нормальный там была вкладка витя нормальные и и ненормальные судьбу ненормальные животные будут у нас еще она все таком случае мы едем к валаби каким-то образом нам нужно будет добыть мясо и рыбу смотрите как много всего у фонарь т.с. и говносос валаби стейшен а где у нас еда кстати говоря где еда то я порезал это ведро с чем не знаю с чем окей пожалуй я просто достану тележку где 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 рычаг где грибы на рычаг а это делается все не отсюда это делается изнутри оп нет не то я хотел я хотел толкать ой сейчас мы опять будем спиной идти они сюда специально это сделали чтоб мы спиной шли все время что док это вы неопределен значит и смотритель зоопарка пол конноль о господи наконец то пожалуйста только не бросайте трубку я весь день пытается звонить до своего мужа он научный сотрудник кларенс джей саммерс обычно его называют си джей простите мэм я здесь один проверьте прошу вас он должен быть в лаборатории а здесь есть лаборатория я поняла вы новенький тогда последняя просьба загляните в его шкафчик в раздевалке мэм это как то неправильно пол умоляю вас си джей должен регулярно принимать лекарства я просто хочу убедиться что они у него с собой просто откройте шкафчик и все я перезвоню мы можем то есть нам будут давать побочные задания и мы можем их выполнять или не выполнять опа это что такое редикс комплексы возможно какие-то хп для меня вот еще есть вот это что такое кпк энтони чё-то там загружаем энтони хопфуд один из четырех я только что видел нечто ужасное я выстрелил летальным дротиком но одна доза эта тварь не берет нужно где-то 300 миллилитров получилось болин получилось я жив я не уверен стоит ли помогать этой женщине у меня и так уже достаточно проблем а как я ее помогать а вот 1768 у меня записывается здесь все хорошо и здесь мы можем подобрать еще кучу лекарств кучу кучу забираем все мне понадобится это все потом хорошо тут должна быть какая-то раздевалка а где она должна быть о смотрите мукус так вот для чего нужен у фонарик нужно следить за слизистыми выделениями у животных наличие слизи говорит о заболевании мукус из них будет выделяться шрамы мы про это уже прочитали я не знаю раздевалка возможно когда мы вернемся обратно судя по всему судя по всему все ставим на место ладно давайте доступ к валаби добро пожаловать в вольер валаби и так пенни сали эми и вали хорошо будем обнаруживать все грёбаные симптомы в это вот странно вот это вот очень странно что вы стоите вот так напинать меня не собираетесь надеюсь нет так слушайте давайте мы не будем говном всяким заниматься но я буду заниматься говном но это вы поняли это научная история а я имею ввиду всякую хрень не делать пожалуйста со мной итак они все немножко грустные грустные их трое здесь где четвертый блин ладно а сейчас насыпем вам вкусняхи фу блевотина какая-то как вы это жрёте кошмар какой один валаби где-то точно спит может быть а вон он вон он ладно пока они хавают нет нет я не это хотел сделать пока не хавают нам нужно что это такое это как это заезд нет не то что я хотел шприц для крови где-то тут у нас вот тс температуру измерять стой валаби мы измерим твою температуру это вали насрал 42 горячего то немножечко что за звуки неприятные звуки сали ты чё приуныла а у нее все нормально кстати говоря ладно где еще раз два во куда делись неужели куда-то внутрь побежали сейчас меня напугают там да настримайте меня гады вот лежат все в порядке пэмми о сразу двоих можно сканировать вот это круто они хорошо они у них все отлично то есть проблема только у одного чела это ты и валия ладно я сейчас приду сейчас мы тебя вылечим но мне нужно будет еще ваше говно собрать так говносос вот она ням 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 еще ага вижу надо поближе подойти недостаточная мощность всасывания и еще дермина еще дермина где дермина где ага вижу дымится все каждый нас раунд и каждого я подобрал получается что наши приборы определяют что говно откуда вышло из какой задницы вот это да так еще покинуть вольер это еще рано нет мы должны проанализировать жеж да проанализировать точно сначала мы должны закрыть вольер сейчас покинуть по-быренькому 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 а то фишис экскремента а это паразиты мы будем на паразиты проверять все хорошо задание выполнено инфа получена стоп это по идее информация это что сборщик крови нет здесь нет крови у нас мне нужно темпералакс так как у него температура проблема с температурой сделано темпералакс ему все мы создали стоп там еще была какая-то менюшка диагностика диагностика у с пенни кал гастроэнтерит сальмэн или ничего не понимаю чума у кого чума гельминтоса типа к листы что ли да хорошо а получается кал у всех в порядке я понял есть и проблема с температурой и дерьмом то это возможно допустим у нас гастроэнтерит вот как мы определяем но есть здесь только проблема с температурой у воли поэтому это респираторная инфекция ничего супер страшного все я понял я теперь спокойно заволи мы сейчас просто дротиком поработаем и все и все будет в порядке и воли не переживай и не надо так переживать мы сейчас откроем откроем ваш вольер возьмем ружье зарядим его конечно же я же зарядил его я не взял дротик черт меня дери я не взял не взял не взял извините сейчас подождите сейчас все будет скоро 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 благо не очень далеко стою и так вот он все заряжаем очень прикольно все мне очень нравится честно это эми пенни соли воли не поворачивайся пожалуйста о я попал о да я попал по нему он в шоке что-то 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 что с тобой ладно наблевал неприятно это было нам нужно измерить вот это наверное посмотрим какие-нибудь слизи выделяются из этих уродов так стой спокойно стой спокойно ладно давайте оля посмотрим кровишка него шрамы есть может погладить его не знаю о о зачем вы так со мной ему плохо я не могу ничем помочь это как дротики у него всаживаю хорошо у тебя какие есть проблемы погладить его не гладили вот чему проблемы сейчас мы эту проблему реши так-так-так-так-так-так-так-так ладно слушайте по моему все у всех все хорошо на воле проблема я не понимаю я попал по нему дротиком не попал я по нему дротиком как это должно работать прошло так положим еще вот эта штука я ее не использовал а зс подойдите ближе держитесь ближе пенни 65 68 что это значит что это значит стой 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 воли стой воли так уволи 13 930 это как будто много плана хорошо теперь ты 51 что это все 122 я понятия не имею что это такое но допустим вот это что шприц для крови надо бы кровишки до взять у них на анализ обязательно соли соли каприляк ой пройти чуть-чуть а мы можем вот так вот мешать что так странно поднял а да все теперь следующий колбат подумал в одну колбу все четыре образца крови будем заливать пение в жопу получи кстати а почему кольцо на левой руке у чувака а не на правой так мы кусали уже не помню брала и спасали или нет полка на налево и на левом пальце кольцо это значит разведен так соли чё-то там ой пение я брал у петь я не помню ладно возьмем еще раз соли пение вот запомнили соли пение дальше у нас что тихо блин ими такие послушные и последний у нас вот как раз таки воли должен быть ты нет а вон он учит слишком много спит бедняга я тебя разбудил он не спать хорошо так кровь мы тоже взяли получается на анализ это что такое от без разницы куда класть и еще все наверное все наверное все давайте пойдем их осмотрим что там было написано карта симптомов у оля еще и проблем и кровь еще не посмотрели в общем проблема с вот почему мы его не вылечили у нее проблемы со звуками какие-то звуки у него неправильные мы сейчас обязательно сходим тележку оставим здесь наверное я пойду сейчас у стоп нужно наверное взять с собой пистолет с кровищем мы сейчас зайдем отсюда а память поместить да все помещаем оп задание выполнено данные собраны какие данные что теперь мы видим что мы теперь видим и так наши валаби ой блин у него еще и с кровью проблемы хорошо когда температура звук и кровь есть только сепсис с говном у него нормально же все или я не собрал анализ дерьма нет я собрал я собрал да я помню кого собрал хорошо у него точно не чума у него опасность заболевания сепсис вызвана инфекция что приводит к повреждению тканей отказа органов и смерти нет нет от сепсиса что у нас должно быть так снижает активность животных способствую расслаблению и сну летальная инъекция что будет усыпить животное септикюр скорее всего от сепсиса мощно антисептическое вещество для лечения сепсиса создать окей дротик готов главное не затупить не забыть что у нас есть все мы разобрались как это все делается теперь я профессионально буду вижу изучать животных исследовать их берем ружье заряжаем ну воля сейчас ты поправишься не переживай я знаю будет немножечко больно но потом будет так хорошо будешь прыгать скакать вон он спит обедняга так разойдитесь разойдитесь прям в шрам надо мне кажется поздравляем воли здоров и класс воля тебя погладить хочу стой 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 прости прости ты потом мне спасибо скажешь потом мне спасибо скажешь не даст и дашь не дашь мне тебя погладить все молодец я молодец конечно же ну что ж поп и закрываем все наши друзья порядке теперь нам нужно будет еще зайти туда кстати говоря в раздевал господи женщина опять ты звонишь ночной смотритель зоопарка пол конноле простите м я еще не успел ничего посмотреть что еще за мэм надо так звонила жена какого-то си джей искала мужа вот сучка хотя си джей тоже красавец вечно зависает у каких-то баба жене врешь что сидит в лабе а у нас и лаб это нет короче забей я чего звоню в ближайшее время будет поставка мяса тебе нужно на мало намолоть свежатинки да сэр отлично позвоню чуть позже у них нет лабы то есть мнение вернись хаб активирую рычаг подачи нет то есть то есть я могу все равно залезть в шкафчик вот чего чего это что сейчас было и мы это никак не прокомментируем пол тебе окей видать ему окей хорошо сейчас погоним в хаб это было совсем не окей овощи не окей абсолютно не окей так жестко наблевать погнали следующий будет гориллы у меня очень любопытно как гориллы и как я к ним зайду они же опасные они меня убьют моргин дрессированные конечно дрессированных грена был лысого не дрессированные ну катя штука и biowaste фильтр биоотходов так здесь нормально покажет ну ка чё возьмем чем взаимодействует да а то шкафчик мы сейчас пойдем шкафчик вот это же раздевалка правильно 1 2 3 позже есть шкафчик такой cj summers а это это скорее всего мой о моно свою маску оставил хорошо он благо он уже знает ведь так нам же написали мне пришлось самому вносить итак мы должны узнать что здесь все что здесь все происходит си джей даст добавлен новый доступ данные с дискеты получены у нас есть доступ cg и так вернитесь хап активируйте рычаг слизь так это мы читали еще вот здесь тут информация мы сейчас ее сейчас мы ее поймем cg summers эксперимент 23 тестируем экспериментальные препараты на мутировавших особях фазе фрустрации они не действуют процесс деления патологических клеток обязательно должен быть завершён то есть организм должен окончательно мутировать доступ к экспериментальным препаратам находится в ветстанции о боже мой о боже закрой 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 не оставляй следов нет нам нужен доступ где си джею разрешен доступ вот только такой доступ телефон чё там по мясу стоп я же мясо отдал своей жене мясо отдал своей жене это плохо мне накажут в холодильной комнате висит постер с перечнем рецептов для животных а вот дёрнем рычаг чё-то упала пиш упал она возьмем рыбка болит а чё по мясу как здесь все есть могут еще раз ладно здесь все это болит погодите задание вернись хаб и активирую рычаг подачи активировать рычаг могут вот этой рычаг под сэплай точно ты моя жена алло чёрт смысле ночной смотрите зоопарка пол конноли не парься пол это снова я как успехи нужны какие-то пояснения еще как нужны я думал у вас в холодильнике говядина или не знаю баранина там а там долговязая свинка понимаешь пол из банки каждый день расползаться десятки паразитов они проникают наших животных и те превращаются как бы это помягче ну скажем монстров а вкус у них специфически им необходимо мясо что еще за мамка денис мамка надежно заперта они мало чего известно поэтому они ее изучают за бей твой задача тебе известна и об остальном не парься блин я передал кусок мяса жене что ты сделал извини пол но это и впрямь забавно жизнь дает тебе шанс стать достойным обеспеченным человеком а ты идешь легким путем опускаешься до банального воровства больше поблажек не будет скажут молоть трупы перемлешь скажут убить убиешь убьюсь все понял понял скажите только где мой телефон я позвоню лили вдруг они с джонни еще не ели и не подумаю если ты позвонишь жене это будет прямым нарушением индей нет пол меня ты в это не втянешь придется тебе сполна ощутить последствия своего проступка а теперь прекрати найти иди работать да ни в коем веке никто бы не стал дальше продолжать вот это вот это вот дичь док я дал тебе доступ к рецептам для зараженных образцов на фабрике кухни накорми их я хочу очень посмотреть на зараженного образца ладно сейчас мы обогаете звонок очень важный звонок алло ночный смотритель пол конноли че так мрачная проблема вы что здесь творите вообще я едва не скинул в дробилку живую девчонку откуда она там взялась живую ничего себе 20 миллилитров ксиллозина и она все еще с нами но к счастью эту проблему легко решить нажми кнопку сброса и девчонка превратится в пару брикетов которыми ты уже имел дело раньше сука я догадался что в этом месте не все чисто с хрена ли иначе такие бабки могу и пару трупов перемолоть но ввязываться в криминал и рисковать своей семьей я не собираюсь можете идти нахер а тебя в общем никто не спрашивает посмотри на свои руки что это дерьмо ты что меня отравил отравил я тебе кто отчаянная дымохозяйка нет пол я тебя заразил и кстати сделал это для своего блага для твоего блага видишь ли из мамки каждый день расползаются десятки паразитов они проникают в наших животных и те превращаются как бы это помягче сказать он же говорил это ну скажем они мутируют что еще загребанная мамка они мало чего известны поэтому они ее изучают мы повторяем диалог короче в тебе тоже паразит хорошо себя веди и его вывинут а если нет кто знает возможно для лили и джин и так будет даже лучше блин как висится женщина я ее спас задание провалено она жива она жива ты спишь она спит возможно укрыть бы ее чем-нибудь кошмар какой кошмар я не знаю конечно часть меня еще хотела бы посмотреть что произойдет если нажмут рычаг и дропну девушку сюда ну в плане я вообще думал что у нас не будет выбора кроме как именно это и посмотреть ну мы спасли ее мы спасли ее что теперь накормить зараженное животное надо нам мясо заготовить то у нас уже не получится чем же кормить будем зараженное животное я не знаю давайте рыбку еще дополнительно возьмем а у нас то может еще что то есть нет на supply of 0 короче походу игра будет чертовски реиграбельной я не ожидал я не ожидал что такая дичь начнет происходить но я ожидал всего лишь на все ладно давайте глазик давайте посмотрим горилла рыбу любит горилла что там зелень и овощи а и только пингвин любит рыбу горилле не нужно мясо ну хорошо тогда гол горилла потом пингвин будет у нас есть рыба для него чем мы сделаем еду для гориллы это будет овощи зелень вкусным будет горели понравится если она больная конечно ей бы захотелось мясо но хрен не дадим им мясо горилла station ну чё давайте готовить для нормальных повторяю нормальных горилл еду никаких нибудь там мутантских горилл что жрут людей инфицированные а вот инфицированная хочет мясо тут есть одна инфицированная зелень у меня недостаточно зелени ну недостаточно ингредиентов смысле 64 а нужно 6 5 ну у меня почти столько же ты хочешь стоп это не та тележка ах блин я зря я зря сюда припер надо обратно в хаб кстати заодно проверить девушка спит а может она уже мертва давно то есть ежедали какого-то там яда возможно нож и подействует вегетабель с эй эй чё и не могу подать пока фиш уберем да мне крёбаный фиш деть можете задрогнуть оу нет оу нет может а вот да да это в ути извините да блин надо побольше зелени хотя мне дохрена всего разве нет да мне дохрена все обратно кладем давайте еще что-то вегетабель было поровну все вот мы здесь забираем гаджеты наши но прежде чем мы пойдем мы приготовим горилле вкусняшку ведро с едой не подключено что а блин до тележка же должна быть на месте все-все-все-все-все-все готовить и так режем зелень нужно шесть и пять а у нас девять и пять то вишь вот столько это где-то вот только слушай неплохо режу я неплохо режу 45 а у нас девять и шесть допустим столько ладно тут отклонение на целый килограмм почти что ну-ка отклонение допустимо на 10 из 20 процентов нормально нормально им понравится все сейчас посмотрим на больное животное мы желали посмотрим увидим тварь страшнющую спиной идем опять идем спиной погодите это что такое ох некое хранилище м п и смотрите пока энтони энтони что ты скажешь нам я наконец-то нашел способ вылечить этого чертового мутанта с помощью экспериментального лекарства нашел доступ в кпк какого-то си джей похоже он здесь важный чувак сделал мутант инъекцию токсикус феррарис и это дерьмо реально сработало охрененная новость еще похоже мутанты могут имитировать разные болезни буду продолжать следить за ними энтони хопут это кто такой ты кто мать твою такой так забираем не за что за штуки подбирают в общем это важно еще как еще один энтони когда они превращаются мясо может успокоить их больше ничего нету больше ничего нету все энтони кажись чувак который работал до меня да опа смотрите новая информация асос что за асса как анализировать звук нужно следить за поведением животного во время громких звуков если животное испытывает страх это признак болезни а ладно давайте идем к гориллам они меня убьют я не знаю как можно идти в гориллам вольер ладно первую очередь я с едой я не еда я с едой я с гостинцами соответственно ребят смотри ребят 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 заходите подходите сюда тут хавается вкусно вкусно хавать я немножко не дорезал вам правда и тут их четыре пеппер тор чиф и декстер классные имена классные имена у вас ребят кушайте 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 никого не слушать так а погодите нет еще рано с говном хочу ведро не поставил я она ведра видимо все давайте сразу им температуру замерим сразу пачки так раз два сорок два сорок девять в были теперь ты тор давай тебя замерим ты хоть нормально надеюсь ой блеет шеф блеет короче у нас проблемы у шефа и декстера окей а где еще один стоп что торт тоже блеваного мне понравилась еда а вон еще один бега у них вольер офигенный вольер а нету декстера нормально как мы краски не замерили декстера еще у него нормально все неприятные звуки приятные блин звуки так давайте кал соберем а где он только что дымился где-то здесь я видел вон это пикалии текстер наверное теперь найди их еще повсюду разбросали наверняка наверху ой что пробел нажал думал подпрыгну так нет 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 стой пеппер декстер а все да их четверо их четверо все нормально я потом пятый здесь внезапно оказался подскажите где кал лежит я не вижу они не посрали двое из них не погадили и чем не с этим делать кормить их снова пока что покинем вольер пойдемте сходим кал сдадим все анализ пошел давайте проверим диагностика значит гориллы только одно говно это специально чтобы нам было тяжелее и диагностировать их или чё а хорошо ладно пойдемте замерять их звуки наверное что у нас там значит у фонарь я сначала давайте лучше звуки это вот эта вот штука так 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 торт как будто глаз на лбу 3 у тора вот столько текстер это пеппер извините пеппер вот такой и вон там еще двое спят ну замечательно замечательный потом шприц для крови ну давайте ребятки ну идите сюда тор не сопротивляйся пожалуйста ох прилег какие они все хорошенькие здесь пипец я бы хотел обнять гориллу пеппер спишь спи 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 о о о о о че то он че то она пеппер че то пеппер немножко взбесился ну и так строчит так строчит и из булки достанем у тебя немножко крови что это что это а фух я думал что то длинноногая там идет эта качелька просто подобосрался слегонца ландать не будем бегать сейчас сразу абсолютно все посмотрим ю фонарь да у нас остался только ю фонарь а о о о как этот со шрамами вообще-то да у него прям на на ляжке шрам такая у шефа и тоже шрамы кто их коцает хорошо трое здесь еще один сверху должен быть пеппер ты как ой все коцаные ну видать мы закончили с ними видать давайте пойдем сдадим кровь на анализ и вообще в целом посмотрим че да как странно с говном че тут я не понял про говно они просто поблевали да поэтому они не насрали точно точно значит так и должно было быть им не понравилась еда но я не знаю они просто болеют поэтому еда не понравилась давайте кровь сдадим да ды собраны а это что такое я не знаю что это такое но этим еще не пользовались окей значит у кровь кровь плохая у пеппер и у шефа хорошо если кровь а еще с тошнотой надо как-то быть вот как быть с тошнотой вид бактерий которые заражают лейкоциты передается через укусы клещей так погодите звук у всех нормально а звук у всех нормально да то есть нет не сепсис точно сальмонелл сальмонелл инфекция вызваны бактериями сальмонелла приводит диарея лихорадки боли в животе стоп вот это надо читать как диагностика вот типа там блюешь или чё чума почему ничего не написано диарея лихорадки боли в животе но они вместе находятся я думал у них у обоих сальмонелла возможно боли в животе имеется ввиду тошнит наверное ладно давайте прочитаем абсолютно все лихорадку кашель мышечные боли если тут что-то про тошноту другие органы так некоторые все вызывают чихание зуд отек затруднения поражают различные органы диарея кровотечение воспаление а есть мигрень тошнота чувствительность к свету и звуку ротовирусы еще есть которые включают диарея рвота и боли в животе вот рвота они их тошнило а сальмонелла это я конечно не знаю что у нас еще есть кровь и кровь и температура значит лейкоциты передаются через укусы клещей возможно у них ротовирусы потому что вот прям рвота я предположу что у них рта вирусы надо сначала вылечить его а потом лечить остальное может быть несколько до заболеваний сразу давайте вылечим рота 1 и рота 2 вот два дротика сделали сначала да с ними разберемся все все есть хорошо берем ружье на че ребята а у кого какие проблемы кстати она там сейчас будет написано а а а а а что там было что там было я не увидел а а она выскочила бу бектус берингея горилла где а тиск бектус берингея бектус берингея а мне нужен другой дротик мне нужен другой дротик может быть выстрелить его этим дротиком попробовать как же я всрал так что это торт это чипа хай там в шоке чабы снега посмотрим не трогай не трогай всех горилла распугала задание провалено спасти тора мы не спасли тора умри от ротовируса пусть я большой рот я не знаю как убивать ее так сейчас сожрет там еще кого-то я всех потеряю ладно у тора было все в порядке здоровье сзади чиф и пеппер чиф и пеппер только надо пеппер найти я хотя бы трота вируса вылечить пеппер папа попал не знаю бу пектус берингея я пошел кстати чё там было написано убивает похоже он здесь сделал мутанту токсику сфералис токсику сфералис токсику сфералис срочно сколько таких там не было три сердечка токсику сфералис кровь животного охренеть нам нужно сначала пока он жрет гориллу невинную мы должны взять у него кровь ну пойдемте это будет супер рискованно пеппер осталась только пеппер осталась тварь ты где где жон он исчез горилла мутант вот а теперь она появилась вон она вижу и трогай пеппер только тебя прошу я хотел просто кровь взять что это было я поднула хоть не сдох так пеппер отвлеки отвлеки окей отвлеки на себя чур 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 состоит уже сзади должен сзади должен сзади должен сзади подойти давай давай оп или чё тебя кровь не взять у пеппер у пеппер не взять ой нет нет крутой да блин чёрт я лишился всех горилл да так понимаю или я а я спас пеппер я я спас пеппер потому что я сам кинулся в пасть ладно пеппер жди меня жди токсикос фиралис да как как мне взять ладно может быть из-за того что у меня нету крови теперь его у меня есть только один вариант это спасти пеппер и скрафтить летальную инъекцию нужно таких 3 возможно это сработает типа уже все можно не надеяться спасти никого по стоп ружье 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 быстрее пеппер еще жива пеппер еще жива пеппер еще жива не трогай пеппер тварь если что я полезу в пасть вместо нее это ведь она пеппер ты жива так блин не зарядил он нет 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 он убил он убил он убил грн чёрт еще и меня нет у пеппер вообще нету чувства самосохранения хрена ли находила там в вольере дверь была открыта так как чё я не умираю о ее юли 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 темно ну-ка сейчас отсюда прямо то почему ты не вижу я же нихрена не вижу так заряжаем заряжаем эта штука меня кусает и я проблевываюсь вот как это работает то есть я неубиваемый она быстро перезаряжаемся я ничего не вижу кто ты пеппер папир ты жива я защищу тебя с собой правда я не вижу ничего пеппер иди отсюда вон он есть я спас пеппер все-таки смог спасти классный продольный что это такое какой-то паразит внутри а вот что там ползала так я должен как-то извлечь наверное сейчас что это у меня в руках какое-то ведро ладно нужно ведро поставить так что от меня сейчас хотят ну-ка можно было посмотреть плакат добавлена заметка расстройство стула я должен внимательно следить за экскрементами животных если у животного происходит изменение в стуле это говорит о заболевании обидно за торы и шефа но главное что пеппер жива блин как же мне взять ну ладно у нас еще по-прежнему пеппер надо ее заставить пожрать и погадить по-нормальному может сделать еще раз хавчика давайте приготовим у нас недостаточно ингредиентов я сейчас просто наугад просто наугад сделал все будет нормально я уверен вот нас пеппер у нее видите видите что у нее ротовирус точно я вспомнил а мы так и в итоге не сделали инъекцию от ротовируса возможно сальмонелл нс приводит диареи лихорадки и боли в животе нет 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 сначала от ротовируса сделаем садим да посмотрим что будет потому что возможно там комбинируется болезни заряжаем как же долго он перезаряжает еще даже бегать не может очень трудно там получается следующий раз но вы стрелять убегать к безопасное место так пеппер свиньи извини извини так это возможно не то давайте попробуем эрли хиоз эрли вакс короче эрли вакс создадим похрен посмотрим авось получится напичкаем бедную paper всякими рандомными дротиками главное помни пеппер это все ради твоего же блага я для тебя стараюсь пеппи пеппи и не пеппер пеппер ты спишь есть мы вылечили пеппер не благодари как с этим то быть новое сообщение мы подвезли немного свежего мяса езжай в хап и разбери с ним закрыть чул а это оставить у нас нету видимо прибора который позволяет это извлекать все ладно пеппер ну убывай боже мой опять я наблевал я становлюсь злым я злюкой становлюсь все возвращаемся обратно хаб мы уже в хабе и тут кстати говоря мясо мясо должно было прийти наконец таки надеюсь это черт это опять чувак точнее опять человек прошлый раз была девушка кстати говоря она пытается выбраться она не нападет на нас все в порядке я тебя не трону я начну смотрите пол конноле а ты сара уоткинс журналистки расследования пайн вэлли спасибо что спас жаль что не могу ответить тем же что ты имеешь ввиду вероятно ты уже в курсе что тебе сделали укол и ввели какого-то паразита ты тоже что-то знаешь об этих паразитах но откуда тебе это известно прости приятель журналист не раскрывать свои источники могу сказать лишь то что времени у нас не так много и главное сейчас вскрыть эту дурацкую дверь с биометрическим замком чтобы собрать материал для статьи и вывести этих уродов на чистую воду можете помочь странно что не такие переходы с кат-сцены делают в стиле помехи это необычный поворот сюжета мне нравится блин мне очень нравится правда сейчас при этой журналистке мужика пущу в разнос ну что такое мне чувака не хочется тоже кидать туда так его не спасти на у него кровавые слезы он вообще-то весь застрелен по моему уже ты еще раз ладно кажется его нам придется сбросить мужиков не жалко да пофигу на них свежее мясо боже мой боже мой сколько мяса доход дадут о неплохо 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 раз значит давайте все это боли чёрт чёрт когда руки заняты нельзя ничего делать можем прямо отсюда положить то есть и так взять боинг нельзя ладно видимо нужно тащить журналистка так и будет продолжать бить топором по двери это же глупо она давайте сюда все сложены а теперь мы можем теперь мы можем положить хорошо сразу надо сразу себя положить я не знаю следующий кому мы поедем это пингвина им нужна рыба давайте до сложим рыбу и про не за сколько и нужно ну-ка пингвины где пингвина два килограмма рыбы а ну в одном мешке точно больше точно больше ладно я думаю нам рыбы хватит интересно в какую тварь пингвин превратится вообще будет ли какая-то проблема с пингвинами или нет давайте узнаем прямо сейчас внимание биофильтр засорян ой-ёй-ёй-ёй сорян сорян очистить биофильтр это задание биофильтр здесь что задание выполнено погоди что за рука со змеёй может журналистка что-то знает отрезанная рука добавлена да стой это что человеческая рука где ты взял там же я чуть не оказалась ты почему мне кажется что ладно попробуй приложить ее к сканеру я собирался это сделать вообще-то а он так и сказал есть круто пошли посмотрим дети маньяки ставят свои эксперименты она почему-то набили а лишь похоже ооо пингвины подождут судя по всему Я не уверен, что хочу заходить. Мне бы просто пережить одну ночь и вернуться к семье. Ты в своём уме? К тебе сидит паразит. Ты скоро мутируешь. Думаешь, тебя кто-то отсюда отпустит? Короче, дело твоё. Но если я закрою эту дверь, то больше тебя не впущу. Ага. Поворот сюжета. Мы... Ладно, мы идём, мы идём, мы идём, мы идём. Мне интересно. Мне интересно понять, что и как. Ты кто такой? Это же чел. Это же док. Отвратная рожа. Чистый маньяк с нехваткой личной жизни и витамина В9. Это док. Мой дневной сменщик. Для дневного смотрителя твоего дока слишком много научных степеней и дипломов. Думаю, он здесь главный. Окей, что же мне делать? Что ты от меня хочешь? О-о-о, нет в комп, мы не можем залезть. Клэрнс Джей Саммерс. Теперь мы знаем, кто протянул нам руку помощи. Бедняка Си Джей. Ты его знала? Нет. Откуда? Стоп. Тут написано, тут написано Си Джей. Тут написано Клэрнс Джей Саммерс. Она его знает. Она его знает. Она не та, за кого себя выдает, судя по всему. Либо просто не хочет информации нам давать. Ладно, я подозреваю ее. Похоже, они вызывают мутации не только у животных, но и у людей. О, мой мобильник. Зарядка на один звонок. Черт, мне надо срочно позвонить жене. Не звони. Найдем что-нибудь существенное, и можно будет вызвать полицию. А я могу решить? Я позвоню, я не доверяю. Замечательно, компьютер есть, а данных нет. Алло, Пол, это ты? Ты же говорил, у тебя забрали телефон. Я нашел, куда его спрятали. Лили, прошу, скажи, что вы не ели мясо. Боже, Пол, спасибо. Я решила сделать рулет. Запах по всему дому. Дождаться не могу, когда Джин его попробует. Вы еще не ели? Никто не ел. Он еще в духовке. Джина спит, а мне одной стыдно есть такую вкуснятину. Слава богу. Лили, выброси его немедленно. Пол, о чем ты говоришь? Лили, детка, прости. Некогда объяснять. У меня вот-вот сядет телефон. Просто сделай, как я сказал. Утром вернусь домой и все тебе расскажу. Замечательно. Компьютер есть, а данных нет. Ты уже это сказала. Дискета? Ты-то ее взял. Нашел в одном из шкафчиков. Ну, конечно, здесь пароль. Дерьмо. Ты случайно не хакер? И близко нет. Могу угадать пароль, только если знаю того, кто его придумал. Черт. Тогда мы в тупике. Оба. Что это? Пора подлечить очередного мутанта. Сука. Давай все-таки позвоним копам. По крайней мере, они на нас отсюда вытащат. Я подумаю. Да мой телефон уже сел, судя по всему. Ух, так. Так, так, так. Что-нибудь полезное, что-нибудь полезное. Ладно, ты сиди. Сиди здесь. Странно, что у них нету камер наблюдения. Мы же в современном мире. Тут сотовые есть. Да, кнопочные, я понимаю. Но, тем не менее, они есть. Значит, камеры должны быть повсюду. Ладно, давайте загружать. Нас ждет очередной мутант. Видимо, в вольере с пингвинами. Окей. губин вины нужно ли проверять животных которых я уже проверял я вроде бы их вылечил я не знаю ну ладно давайте позырим на пингвинчиков задание обновлено проверить вольер накормить животных собрать анализы ладно чем это все сделаем что же где наши пингвины готовить еду значит нам нужно отрезать нужно 2 у нас три килограмма у какой мерзкий брикет ладно вот столько кажется похоже на правду отрезать 2 отклонение на 02 принять очень хорошо очень хорошо ночь хорошо но про замечательно чем будем сразу кровь брать все брать скорее всего будет опять же четыре пингвина сейчас опять будет сюрпризы нет никаких сюрпризов пока что это пингвины такие звуки издают я что-то не уверен смотрите здесь есть дверь она открытая упа отлично тут колбы шприц транквилизатор есть есть транквилизатор а это кпк от энтони опять энтони хопфуд 4 запись дерьмо со мной происходит что-то странное непреодолимое желание съесть этого сырого мясо моя рука невольно схватила кусок я сожрал бы почти не жуя это сладкий привкус во рту так здесь все телефоны не работать нельзя позвонить что это я здесь что это здесь пустота окей супер ну чё сколько пингвинов нас ждет добро пожаловать в вольер пингвинов очень много пингвинов целых шесть штук ладно открыть вольер здоров ребят здоров ребят дать погладим пингвина всегда мечтал обнять пингвина обнять пингвина такой он стрёмный посмотрите как он подтанцовывает оп-оп-оп-оп-оп ладно ребят кушать подано надо гол 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 где вы хаваете вот здесь прошу вас сделать это нормально поешьте посрите чтобы я мог это все собрать давайте температура сначала замерим так вот эти двое и не уходи не уходи ублюдок ладно хорошо 1 сканировали второго о боже мой один больной ой два больных и того я уже замерил о целая куча миссии он еще дейзи так вот с тобой тогда это холодный пингвин тинкер да блин так мы дейзи замерили вот с тобой еще надо разобраться тинкер окей все это все температура температура есть температура тоже здесь есть задание выполнено какое измерить температуру всем измерил немножко жутковатые звуки все равно не сдают так и говно сбор вот это оно ну да такое птичье мерзкое жиденькое говнецо опа умница умница я надеюсь здесь я не облажаюсь как с гориллами с гориллами вообще очень плохо получилось но благо я спас пеппер сколько еще осталось по моему еще одно одно дерьмецо да всего лишь надо найти которое мы ахаха нет это не оно а нет не она куда вы идете что это за местечко раз два три 4 5 6 6 кто-то точно не на срах а может быть тот кто не сделал является зараженным он специально не гадит чтобы не палить себя но таким образом у себя краски палит нормальные пингвины гадят попа горка и прикольно вот это что такое это что такое а это замороженная рыба такая вот блюдо хорошо походу походу все значит давайте сложим придется всех кровь теперь собирать ты первый иди сюда слышь почему он не хочет вместе ну-ка стой на месте надо когда они именно стоят это делать вот ты теперь блин вот спящий коко стой 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 прошу тебя надо остановить заставить его остановиться или такой я так не думаю я пойду туда куда хотел пойти ну иди как понять у кого я уже взял я никогда не услышу так ладно давай попробуем у тебя так встаем в очередь давайте посмотрим в мониторе вот здесь у кого мы уже взяли у кого нет там должна быть информация или нет 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 пока еще информация не будет больнин слишком что-то не ходят что-то вы слишком ходите так роки кровь дал это кто это кто это кто что за пингвин как зовут как звать стой вместе короче что-то тыкву тыкву бедняк и не уверен что это все те что нужно дейзи точно помню как я брал ладно возможно все теперь нужно просто их послушать а нет не просто их послушать нужно будет еще и как-то там про ультра 5 посвятить так давай чё там тебя коко коко звучит как нормально дейзи наверное тоже я не знаю все задание выполнено я всех абсолютно всех луна луна спит сейчас не кровь возьмем быстрее 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 пока спит ага хорошо все 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 хорошо но мне не показывают мол что вы собрали кровь у всех молодцы собрать кровь на анализ сдать кровь на анализ сдать фекалий на анализ еще погодите фонарь так все бы собрали здесь было бы очень удобно ничего погодите что это значит я я забыл что это значит информация так рецепт си джей слизь вот по моему так вот для чего нужен фонарь нужно следить за слизистыми выделениями животных и на наличие слизи говорит о заболевании а что в принципе на заболевание имеет так это коко у коко заболевания и уроки коко и роки больные а также еще больные о и луна тоже коко рока роки и луна да коко рока и луна что ж закрываем ну побежали я надеюсь мы сейчас не напугают не они знают что я ожидаю они знают что я ожидаю поэтому не будут стоп вот ведро да это не то ведро нам же вот это нужно смотрите теперь я сдаю а нет все туда же нормально набрал дерьма полный бак все вот теперь не открыли наконец таки потом поместить кровь дады собраны но так диагностика смотрите мы собрали абсолютно абсолютно все мы все говно собрали и всю кровь и всех прослушали у нас с вами есть только два пингвина написано вообще-то три было кока луна и роки луна тоже болеет но ее анализы нормальная странно хорошо если только респираторная инфекция вирусные и бактериальные инфекции поражающий нос горло синусы дыхательные пути и легкие значит респираторная инфекция я не знаю что ротокерни этот ротовирусных респираторные есть паразит имитирующий есть паразит имитирующий лептос лептоспироз блин и как же мне это а я не понимать хорошо раз транквилизатор не тот м про это для температуры а погодите температура же еще до может нам просто температуру надо двоим вылечить и все да темпералакс два две штуки надо сделать и все да все выходим тогда у нас еще кровь может быть брать если там кто-то превратится монстра мы кровь возьмем попробуем блин гигантская курица надо спасти всех чёрт 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 быстрее нужно сделать этот антидот токсикус как назывался токсикус но недостаточно ингредиентов крови нужна кровь животного поэтому придется делать летальную инъекцию наверно тоже три штуки да так берем раз два три летальная инъекция готова вот я чем я сейчас зарядить буду я там сделал для этих для температуры я не знаю что я сейчас зарядил это тем параллакс я использую вот это вот заряжаю он летает пингвины не летают так это мерзко и стремно попал о хорошо 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 так летальная инъекция еще одна летальная блин чтобы он летал еще больше где 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 не трогай пингвинчиков есть о хорошо и последний последний ладно это легко с ними легко сражаться оказывается ой чуть не могу прицелиться не могу нормально попал я попал есть у у него тоже паразит который я не могу забрать ладно это успех так а где предметы вот значит использовать что я взял транквилизатор нет стой не транквилизатор нам нужен от темп ралайкс окей руки стой 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 так температура то моему вылечили но кажется это что-то меня не наградили за это совсем так не смотри не смотри как я в тебя целюсь а поздравляем есть успешная выполненная миссия мне нравится и меня естественно будет тошнить интересно как там жирафики поживают да я выгляжу все хуже и хуже возвращаемся домой а зебра вот эти все кто когда мне откроют походу мне сейчас нужно будет идти в подвал сейчас что-то произойдет связанная с той женщиной сары которую я спас которая не факт что журналист совсем не факт она здесь сара зачем тебе это что-то нужно если ты себя видел ты бы не спрашивал что там нужно сделать я не успел услышать что-то проблема с субтитрами к сожалению побреем чуть-чуть да мы это часто будем делать походу о нет она заперла нас сарах ну черта а ну в общем она меня заперла потому что я могу смутировать и она хочет жить и ну я могу ее понять я опасен потенциально эй где там мой друг надо тебя проверить как там там о пол не помог саре в ее расследованием сара была напугана ее с его скорой мутации заперла пола в туалете несмотря на его уговор Сара так и не вернулась за да господи дайте прочитать успеть память александра и дагане специалисты за козисы нашим дорогом друге от всей команды клаппер хитл он похож кстати на дока и все это типа аааааа игра еще наверное только в бете возможно да в альф в раннем доступе она еще не готова вам доступно новое животное теперь мы можем перепройти игру заново отлично у нас есть первая концовка правда я не ждал что она будет так быстро и есть возможность видите теперь новая игра плюс открылась то есть мы будем так открывать постепенно животных и все это мы будем делать в следующей серии особенно если вы конечно довольны этим видосом вам понравилась игра и хотите увидеть что там будет дальше поэтому за лайкайте и пишите комменты а также подписывайтесь раз уж вы там внизу подписывайтесь на мой канал и заходите в мой телеграм и туда выкладываю всякий эксклюзивный контентик и также на мой будьте заходите там я буду с вами общаться отвечать на ваши вопросы и буду постепенно придумывать как вас развлекать за ваши бабки с вами юджин друзья и все